Привет, зрители. Не поверишь, как давно я мечтала о камине. Возможно, кто-то из вас даже был в курсе, что я о нем мечтала и как-то где-то говорила. Но я живу в квартире. В деревянском доме у нас немного не готов для того, чтобы поставить в нем камин. И внезапно однажды я была русской в гостях и увидела у нее некую интересную вещь. Это некая интересная вещь оказалась камином. Не просто камином, а биокамином на биотопливе. А, оно, окажется, вот так круто. Я его тут пытаюсь порезать. Так вот, у моей сестры был камин белый, кажется, с белыми камнями. А мне захотелось черный, с белыми камнями. Ну да, чтоб как-то отличаться. Так. Так вот, камин на биотопливе. Биотопливо, если правильно выспользовали, совершенно безвредно и безопасно. Оно не дымит, не коптит и не воняет. То есть вообще никак не копнет. Камин красивый. И когда тебе не охота его пользоваться, ты можешь его использовать, допустим, как декоративную подставку, по цвету. Так что-то еще. Просто как украшение квартиры. Кинопластик. А этот камин на биотопливе. И не поверю, зрители его делают в России. Мало того, что делают в России, его делают в Крыму. Прям пахнет свежей такой, с завода деревяшкой, свежепокрашенной. Сюда пока поставлю. Он, конечно, тяжелый. И спасибо моим друзьям, что вчера помогли мне его донести, довести сюда. Я вчера сюда так устала, что уснула и распаковываю этот камин только сейчас. Тут у нас два стекла. Ух ты, блин, какие тяжелые. Не, не поехали, смотри, ездили. Целости и сохранности. Кстати, камин можно купить на Лайдберрис. И ссылку на этот камин я оставлю на побольше. Вот для любителей СМР у меня тут целая большущая квадратная штуковина. Вот у нас тут два стекла. Я еще подумала, как он доедет этих стекла. Ну, мало ли что как. Но все безопасно, хорошо. Во-первых, хорошо упаковано, как ты видишь, пенопласт. Но ничего с ним не случилось. Надо его положить тут. Возможно, он из карды еще сременно уйдет от стекла. Но не беспокойся, зритель. Вау, тут отвертка. Я потом это еще соберу на камеру, чтобы вдруг ты решишь заказать. И будешь думать, блин, что да как. Лёля не могла типа это заснять, а Лёля засняла. Тут у нас немножко биотоплива. Я тебе еще потом покажу, как оно все зажигается. Снова пенопластик. Он, кстати, ну как я сказала, в двух цветах, вот эта деревяшка. Подставка. Черная, либо белая. И он не только декоративный вид имеет, он еще и действительно, как говорит, тепло отдает. Теперь, если будет у нас лето, вдруг внезапно местами холодное. И вот дома холодно, соответственно, можно будет включить этот каминчик. Топливо на него, ну, при нормальном использовании не настолько дорогое. Но с учетом, что оно как бы биотопливо, не дымит, не маняет, нет никакой гари, и это все безопасно для квартиры и для человека. Но, конечно, когда ты его зажигаешь, то дети должны быть под присмотром и животное тоже. Вкусно пахнет свежей краской. Вот тут сеточка к нему. Так вот. Биотопливо к нему, я считаю, вполне себе бюджетно стоит. Ну, конечно, он при заправке полностью горит около 20 минут, но это вполне хватает, чтобы нагреть помещение. Можно любоваться живым огнем. Не знаю, как ты, зритель, я в детстве очень любила смотреть на костер. Да и когда в деревне топлю тычку, в процессе, если она сразу застопилась и все нормально пошло, то... Ладно, я ее попозже распутаю. Тут у нас еще есть как бы псевдогрот. Все в дно. Да, и вот здесь у нас камни. Камней тут вообще слепой и вкусный скоростный. Основной вес – это камни. Камней тут с запасом. Хорошо, что я тягаю. 8-ми килограммовые вы иногда утяжерите. Чтобы было бы довольно тяжело. Что тут у нас? Не спеши оставлять плохой отзыв. Если зашло как-то не так. Так, эту штучку тоже собирать надо. Это дно у нас. Ну как бы псевдо дно. Более профессионально я его тебе потом обзову. Тут есть инструкция по применению. Я снимаюсь на две камеры. Надержаюсь, а даже не включен следящий фокус. Во-первых, он сейчас тут не нужен. А во-вторых, был человек из зрителей, с кого этот фокус, я так поняла, очень сильно смещал. Только когда будет заливаться топливо. Потом поджигаться. И даваться огнем. Кто же такая? Ну не знаю, сколько весит, конечно. Но еще Тима в руке. Это все в пупырку. В пупырку. В пупырку. В пупырку запечатано. Ну все, мне нравится, когда комплектация какой-нибудь такой штуки для квартиры, мебели там, декоративные Идет место с отвертой и инструкция по применению, чтобы при случае можно было самой спокойно забрать, но как бы, чтобы и девушка собрала, а не только в ожидании мне как все это делать. Допустим, не всегда под рукой есть человек, который может что-то собрать, а иногда хочется побыстрее все это сделать. Вот это речки, соединяющие камень, на который выложится вновь. Так вот, оно все пищевое, блин, пупырчатой пленки, внутри еще пищевой пленки, ну не пищевая, конечно, это упаковочная. Все очень вот так хорошо, упакована. Достойно. Ну и, наверное, надо сказать, что да, счастью моему нет предела. Я еще в той квартире хотела камень, но как бы я даже не знала, что такие существуют. А теперь, зрители, если ты тоже типа меня, хочешь камень, но не знала, что в квартиру такое можно сделать, что ты можешь тоже исполнить свою мечту. Они, кстати, есть в Инстаграм. Эта компания их нашла. Даже подписалась на них. Есть группа ВКонтакте. Можно заказать, ну, не только на Вайберисе, но можно заказать всеми как-то и напрямую у них сами, то ли как-то. Тут вот гвыздики, точнее, то, куда вставляются. А может, это и есть гвыздики. Есть просто реечки вот такие, а есть вот там в инструкции по применению нарисованы. Я еще вчера видео посмотрела, как его собрать на всякий случай. Ну, думаю, мало ли. Чтобы узнать наверняка. Так, все я тут распечатала. Сейчас я немножко приберу, лишнее уберу и буду уже собирать. Так, сейчас нам понадобится как раз отвертка. Я вчера смотрела видео в Инстаграм. Есть такая стрелочка на гаечке, вот на таких досочках, в креплениях. И надо, чтобы эта стрелочка была ровно вот, как бы по курсу. Перпендикулярно. Ее надо подтянуть, но не до упора. Ну что ж, не так, не со всей силы, короче говоря. Так. Проверим. Проверим. Зелочки. Сделочки. гайки в этом плане вот эти крепления похоже как я собирала в каком-то там году полку для микроволновки там были подобное крепление мне кажется что вот что за перед одинаково попасть бы еще дыркам нет а а и и и и и и кошки и риски тоже хочется помочь Продолжение следует... 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 У меня тут собирались в наш дом Пойти проверять интеллект Я надеюсь, что они все-таки явятся Когда я уже с этим управлюсь Еще мне эти камни напоминают Камни, что я привезла из Абхазии Правда, те сначала были белые Когда их научились, они уже кругу и меняли Ну, более ясно лет становился Тоже мне казалось, что они в некой такой каменной пыли Вот так Можешь сказать, что это какой-то такой, типа, антистресс Беслаживание этих камней Хотя, знаешь, зритель, если ты себе решишь такой купить, то лучше собирать, наверное, в перчатках Потому что руки будут белые, ну, можно не с камней-то помыть Но у меня тут из-за упаковочного материала и на руках были эти фигнюшки, остатки от пенопласта И немного от картона тоже мелкие фракции Ну, я смотрела вообще одно видео об этих каминах И там советовалось безопасности ради топливо наливать, извлекая топку Ставим на какую-то новую поверхность и наливать, но я покажу Потому что вот моя родственница говорила, что нужно пролить авиатопливо Пашей Ну, случайно, мимо на камне и, соответственно, они тоже потом загорятся Это все-таки не очень хорошо для безопасности пожарной личной Я так считаю Вот метод для видео в ускоренном виде А одно специально для тех, кто любит вот такие мои обзоры Где все долго Медитативно Прям будто ты за кем-то наблюдаешь Мне кажется, камни слепой с запасом даны Именно до того, что если будешь ставить топку на эту фанерную Фанерную все в до дно На самом деле мне казалось, когда я даже видео смотрела с этим все в до дно Что вот такая фанерка тоненькая, она вот это все не выдержит Причем пазы там вырезаны так, что один строго один в один И с первого раза у меня не получилось сразу засунуть Да, топка у этого камина рассчитана на 600 миллилитров Если полностью ее заливать, то она будет гореть полтора часа Ну и по безопасности, ну конечно, лучше прочитать инструкцию до конца Но никак одна моя подруга однажды не дочитала инструкцию свою Мультиварку и решила опустить воду полностью Из-за чего пришлось давать время Так вот, только что оскудший камин в горячую вот эту топку Не рекомендуется в безопасности ради заливать новое топливо Лучше дождаться, когда оно полностью остынет Ну и не подливать, соответственно, топливо, когда камин горит уже Когда уже идет огонь Музыка 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 Я так сейчас думаю, что это сеточка для того, чтобы камни не выпадали из этих ящер. О, мне придется прилично сегодня убраться. Надо подмести до помыть пол, потому что каменная пыль немножко попала и на пол. Действительно камни с запасом даны исключительно для того, чтобы, если кто-то так же как я решит установить в инструкции. В инструкции она никак не названа. Как ее называли в видео обзоре, который я все раз надела, я забыла. Но если я вдруг это вспомню, то где на видео будет облачко. И в облачке будет подписано, как эта штучка надела. в инструкции. Вот там мне придавили эту жерезачку, а я все боялась, что она не будет держать форму, потому что была скручена. в инструкции. в инструкции. Да, этот камин исключительно для помещений на улице его жирич не рекомендуется, в смысле использовать. А теперь, опять же, чтобы не хотят стремиться без Так. Продолжение следует... 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 сейчас я выключу свет чтобы было бы лучше видно ну круто зритель правда вообще чисто так это наблюдать не если бы я вот сразу допустим ну будь у меня как я уже сказала зажигалка с длинным нозиком а не спички и ей вот так вот полностью провести аккуратно по всей длине топки то она бы сразу разгорелась но зато смотри так прикольно она с одного места пошло перешло на другое я немножко налила мне еще осталось можно даже вообще просто посмотреть насколько этого на камере хватит и того и другого зато будет больше материала для монтажа и всего такого и на шортики потому что я пишу еще и на другую камеру она у меня сейчас положение как на шорт и на джи айфона 4k вот это все записывает но если бы не мои шумные соседи но зато смотри так прикольно короче выглядит она отражается от одного стекла плюс у меня камера ну может не совсем сейчас так вот стоит сейчас гляну как выглядит а для шорта кота у меня как раз тут очень хорошее положение я на экране оставлю для тебя зритель артикул на вайберис а если ты еще посмотришь рилс stories или видео в инстаграм то тебя будет ждать сюрприз потому что в инстаграм будет промо-код на скидку на покупку этого камина на вайберис если ты напишешь биокамином в личку в директ в инстаграм и назовешь мой промо-код который увидишь на экране то можешь купить камин чуть-чуть дешевле ну или немножко дешевле слегка я сэкономив себе бюджет и при этом радоваться так же как я это правда не страшно а очень красиво и прикольно да я вот тут ну как бы некое тепло даже ощущаю я думаю что вечерком вот так зимой при елочке с гирляндой она вообще на рабалденно смотрится мы слегка попухаем ну меня на одну камеру писался другую сейчас продолжает может быть чердак ну как бы уже не добавлю на будет ждать пока она остынет но может быть я потом запишу в одном режиме на диджай этот свой каминчик какой-нибудь другой день ну согласись красиво очень в дождливый день можно посидеть с чайком у каминчика пригласить друзей можно почитать книжку каминчика вечерком можно просто на него посмотреть и вдохновляться от огня и успокаиваться если вдруг что-то расстроило зритель буду рада почитать твои комментарии насчет камина если у тебя камин знал ли ты до этого видео о существовании биокаминов вот к нам идёт животное сидела на кровати сидела и влюкли за любопытство а риска к этому лучше не подходить ну что посмотрел зрительно небольшое количество недолго горит ну первый раз вот чисто так даже интересно как выглядит нельзя 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 ссылку на камин я оставлю в инфобоксе всем спасибо и всем пока спасибо